артур я занят искусством ржавая крыша всем ассалам алейкум приветствую всех дорогие друзья сегодня мы будем объяснять нашему земляку-горцу что такое ржавая крыша до сих пор мы продавали ржавые приоры теперь будем продавать ржавые крыши конкретно этот из них позже позже это бред какой-то как видите я стою сейчас на такой крыше и то что я до сих пор не провалился лучшая реклама для этого материала чтобы снять этот ролик мы приехали в компанию финк ровля просто я махачкаре других мест не знаю куда можно поехать чтобы ролик снять про крышу не 24 года они 20 лет крыши делают получается всю свою жизнь я только и слышал что финк ровля крыши я не был точнее еще раз я не блогер и брат я консультант сейчас а в конце ролика вы увидите как мы пранканули одного из сотрудников финк ровли будет весело вот у нас там профиль из которых сильно симпатичнее выглядит пойдемте покажи один вот и прямоугольник искусство уже а представьте вас вся крыша в этом вся крыша в таких вот произведениях искусства это монолиза кровли в мире кровли монолиза произведения искусства это 1900 рублей но самое дорогое у нас что есть это она какой мусор это произведение искусства хочу вот это место закрыть ну вот у нас я же говорю вот такая черепица она очень дорогая но потому что вы говорите она подходит сейчас это самое модное то что есть на рынке моднее только мои очки но она уже заржавела куда я дальше живет эта текстура все а почему здесь весь металл желтый а эти очки забылся не объяснить кстати это алюминий оказывается реально моментально окисляется а железо там разные сплавы есть которые не сразу же ведь он не поддерживает прикол понял я хочу ну я про очки сказал короче я думал совсем добавить и и дальше короче прикол будет я еще про очки шутил я полностью ну имеется я думал ты продолжи эту тему ну чуть по издеваешься чем подкол какой-нибудь скажешь фону на счет очков типа они желтые здесь гарантии 45 лет написано это простая формально на самом деле здесь гарантия вечность ну имеется ввиду она дальше не заржавеет текстура интересная согласитесь сейчас вообще-то а сколько этот самый дорогой здесь металл стоит 1850 после войны модернизм брутализм как ее называют очень модная тема вот если заметили там рядом жива мечетью даже здание есть такой крышей вообще можно сказать монолиза в мире этого мире кровли себе вы купили у вас уже есть крыша ну ты мог подумать когда что порванных джинсах люди ходить будут они уже в порванных потвердых джинсах ходят и они дороже чем обычный то же самое если эту дружавый кусок продам здесь картину повесят с моим лицом ты получи продавец нет но это прям достойно в моей фотке на стене такой хороший металл любой продать может а вот такой нет лучше да как бы а так хуже честно скажу только-только тебе скажу вот таких крыши реально делают это реально сейчас модно или кучера вообще не было вообще не понимаешь что происходит и он все прям полностью всерьез воспринимает и ни разу еще не улыбнулся я ему говорю чё здесь весь металл желтый грунт так вот очки желтые я снимаю а да серьезно и он такой дальше понял он даже не понял что я прикалываю я думал у меня подходит еще дальше нет это не вставляю брат я про него но хороший пацан просто ну не понимает да что это ему идеальное покрытие для дома что вы делите хочешь или кусок от гаража какой-то не не брат ты не слепой если ты слепой был я в тело так его показал ну это что такое давеческим потом пахнет серьезно просто люди трудились когда я делали и знаете как музейный экспонат самого начала компании просто он вот этой финн кровля первый этот кусок крыши который мы вообще устанавливали человек это было лет 300 назад и до сих пор она видите как сохранилась она такая же была ржавой на ничего другого не придумали тогда вот такая же она была потому что брат меня уволит если его не продал сегодня не просто купил меня это что ну мне похвалили русский этот металл у нас залежался честно говоря фильм кровли плохого материала нет здесь весь смотрел хороший просто остальное все по бюджету но с клиентами все понятно сейчас мы пранканием сотрудника финн кровли спроси у него как он мог не такое продать шарбанова нафтида брат вот два месяца назад я сделал вот что случилось да вот я его закрепил все два месяца прошло вот тут что с ним произошло хожу оберточный лист купил какой лист не это вот кровли именно вот этим нет дома обшили ваши затрудники и накладная есть есть все из просто сейчас я покажу тебе накладную подожди вот буквально за две минуты подготовили такую накладную здесь написано ржавый металл интересно он заметит или нет здесь нету такого листа как нету если я отсюда его забрал весь дом мимо обшил этот лист вот есть 21 здесь нету этого листа такого листа здесь не получается и это из 21 это из 21 до жавы металл порты но жавы металл как можно продать я даже не прочел когда принимал жавы металл как можно человека продать позови до кого-нибудь разберемся хотя бы сейчас разберемся ахмед выйди на минутку сюда просто здесь написано что ты принимал заказ пацан поиздевался надо на пихну это вообще гладкий лист здесь нету никакого гладкого листа один волна вот она я бабки это за это дал ну вы же принимали получается он со склада ничего мне не вынес товар просто не я принимал там у меня на хотя просто человек был ну за два месяца что такое с металлом случилось это постараться надо это вообще не то что мы вам продали а кто мне это продал я откуда знаю ну заказывали я понимаю не волну не заказывал я вот здесь фильм кровли написано не делай фильм кровли я купил я понял ким кровли ты купил ну ты что покупал крышу или гладкий но вот мне тоже интересно что я покупал крышу или гладкий лист и сам алейкум это что такое ахмед вот это че здесь написано что картин картин это че ржавый металл не 21 это станок же да я станок это ржавый металл зачем для ржавого металла это металла брат мой это вид металла и ахмед постребра ты мне это пихнул это не до продали это вид металла это кто принимал не брать я по нему даже ходить не буду не то что крыша дни то что сверху я над ним ходить не буду мои кроссовки посмотри белые кроссовки не жалко по этому ходить ахме что с тобой бра а не того человека не сотри вот человек надо мной издевается он не пихнул ржавый металл еще хоколует надо мной это какой-то лист который так на набрад не какой-то не лезь я просто просто с помойки лист принес короче лишь бы до капота а ты че взорвался не смешно реально смешно было самое главное вы видели даже в таких ситуациях как сотрудники здесь реагирует спокойно все уравновешенные никто со мной драться не полез если вам понравился ролик обязательно оставляйте комментарии ставьте лайки включайте колокольчики ну и все что нужно для продвижения буду благодарен за вашу помощь а также я благодарен компании финк рубля за то что они предоставили нам площадку и мы смогли снять этот ролик всем салам алейкум всем доброго дня нормально ну ладно